Весь животный и растительный мир Ниньского округа в одном зале. На территории более 300 квадратных метров разместились более 700 экспонатов флоры и фауны Ниньского округа. Отдел экспозиции природы региона, который формировался в течение пяти лет, впустил первых посетителей. И пусть это пока работники из самого музея, даже им интересно посмотреть, что вышло из пятилетнего труда работников отдела природы. С 2009 года они начали формировать полноценный фонд чучел животных, которые обитают на территории округа. Это наземные и подводные обитатели арктической зоны, птицы, рыбы, насекомые и растения. Назвать фонд исчерпывающим пока нельзя, но большую часть представителей флоры и фауны можно увидеть, не выезжая в места их обитания. Экспозиция зала природы у нас построена по зональному принципу. То есть мы хотели показать все природные зоны нашего округа. Нами было выявлено, что практически не представлена у нас пресноводная ихтиофауна и морских рыб. Даже старого музея у нас не показывалось. В завершенном виде экспозиции представлены два новых стенда с птицами и насекомыми. Жители округа, пожалуй, даже не догадываются, что в Заполярье обитает более 600 видов различных бабочек, жуков, шмелей и комаров. Они составляют более 80% от общего количества экспонатов. Все чучела приобретали в научных институтах и таксидермических салонах. Самому старому экспонату в следующем году исполнится 80 лет. Молодому – менее года. Сейчас часто говорят, что мы арктическая зона, мы представители Арктики, мы жители Арктики, мы любим Арктику. А если задать вопрос, кто был на побережье Барницевого моря, то добрая половина представителей Арктики, она, наверное, ответит, что никто там и не был, ну, или он там не был. Со временем коллекция дела природы будет пополняться. Сотрудники музея надеются, что новая экспозиция не только станет путеводителем в мир животных, но и поможет бережнее к нему относиться. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Продолжение следует...